Так, теперь важный вопрос. Этот вопрос является очень важным. Если у женщины есть несколько родственников, но они разных степеней, то есть есть, допустим, у нее отец и есть у нее брат. Как мы говорили, в этом случае кому отдаётся предпочтение? Отдаётся предпочтение отцу. То есть отец является опекуном, а брат в данном случае опекуном не является. Почему? Потому что он имеет право быть опекуном только при отсутствии отца или при удалении опекунских прав от отца. Так, вот теперь вопрос. Для кого постановление шариата в том случае, если женщину выдаст замуж более отдалённый опекун при присутствии более близкого опекуна? То есть вместо ее отца ее замуж выдаст ее брак. Является ли действительным этот брак или не является действительным? Говорит первое мнение в этом вопросе. Это мнение ханбалитов, а также шафиитов, которые заключаются в том, что этот брак является недействительным. И это мнение также об Убейла, то есть Алкасима, а также об Усаура. Это один из ревятов от имама Марика. И это мнение выбрал Ибн Хазан. Во садану Аль-Азаркаби хадиси Аиша Таулли Аллах Анга. И в долг на это свое мнение, при вернице первое мнение привели хадис Аиша, которая сказала. Какая бы женщина не вышла замуж без разрешения ее опекуна, ее брак является недействительным. Сказали, а кто ее опекун? Опекун ее тот, который ближе к ней. То есть в данном случае отец, а не брат. Поэтому сказали, если замуж ее выдаст ее брат вместо ее отца, то в этом случае получается, что ее выдали замуж без разрешения ее опекуна. Потому что опекуном является отец, а не брат. Это первое мнение в этом вопросе. Во фаде Ибн Хазан, и продолжаем это же мнение. Ибн Хазан привел сильную аргументацию на правильность первого мнения. И сказал, что все люди, их родство возвращается к адаму. К адаму, алейх салам. То есть в любом случае, любой человек в отдаленной перспективе является родственником другого человека. Правильно или нет? Говорит Фадам Улил, в виде уази, тазвыжа, аб'ат маудин атрам. Поэтому если мы скажем, что отдаленный родственник женщины может выдать ее замуж при присутствии более близкого ее родственника, то получится, что любой мужчина может выдать замуж любую женщину. Почему? Потому что в итоге любой мужчина является сильно отдаленным, но все-таки родственником любой женщины. Потому что все произошли от одного отца и от одной матери. То есть от адаму и хавва. Говорит Ибн Хазан, и отсюда берется, что более отдаленный родственник не имеет права выдать замуж женщину и не является ее объемом, если присутствует у нее более близкий родственник. То есть это первое мнение в вопросе. И второе мнение в этом вопросе, это второй реваят от имаму Малика, который сказал, что такой брак является действительным. Но его действительность не полноценна, но приостанавливается на разрешение более близкого опекуна. Как это мнение понять? То есть, как мы сказали, в нашем примере у женщины есть отец и есть брат. Брат выдал замуж женщину без разрешения опекуна настоящего, то есть без разрешения отца. То есть отец об этом, допустим, не знал. Говорит имам Малик, этот брак является действительно на своей основе. Но его продолжительность, то есть продолжительность его действительности требует разрешения настоящего опекуна. То есть затем они возвращаются к отцу и говорят, разрешаешь ли ты то, что брат выдал замуж ее? Если он скажет да, тогда этот брак остается на своей действительности. Если же он скажет нет, тогда этот брат, то есть между ними разъединяется, этот мужчина и эта женщина разъединяются. Говорит в Амаду инкана куфан, амар аль-Хаким аль-Валиб яджаза. Болит в Амаде сказал, что если брат выдал ее за должного человека, то есть за подходящего ей буширу, то судья может заставить ее настоящего опекуна, то есть как в нашем примере отца, дать свое разрешение. И если он не даст на это свое соглашение, то судья лишает его опекунских прав, встает на его место и делает этот брак действительным. Но правильным в этом вопросе является мнение первое, что такой брак является недействительным, даже если опекун это в итоге разрешит. То есть этот брак необходимо заключить заново. То есть первый брак, который был заключен без разрешения более близкого ее опекуна, не имеет никакой правовой силы. Его нужно считать за несуществующей и выдать ее замуж, что называется, заново, уже теперь с разрешения настоящего ее близкого опекуна. Далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова